Сейчас мы приехали в семью, где мужчина живет с бабушкой, женой и у него двое детей. Вас как зовут? Юрий. Юрий. А мама сейчас с девочкой находится в больнице, в нейрохирургии. Скажите, а что случилось? Ну, ребенок рос здоровый, развивался нормально, все. 25 ноября 2017 года случился у нее эпиприступ. Вызвали скорую, забрали в больницу. В пятой больнице она не пришла в себя. Сначала перевезли в одну реанимацию, потом перевезли в реанимацию инфекционного отделения. Получается, приступы у нее не купировались несколько дней, как мне врачи сказали. Причину толком долго не объясняли. До последнего времени толком была не ясна. То есть, выселивалась синегнойная палочка у них. И недавно сдавали анализы. У нее оказались откуда-то антитела к цитомегаловирусу. Соответственно, она его перенесла. То есть, скорее всего, он оказался причиной таких тяжелых повреждений головного мозга. Она была в коме, да? Она была в коме полтора месяца где-то. Некоторые называют это состояние малого сознания. Некоторые называют это состояние сознания, но в состоянии оглушения. Толком, ну, сказать не могу. На свет глаза, зрачки у нее не реагируют. Немножечко на слух реакции какие-то есть. Но в основном практически реакции на окружающий мир у нее нет. Ни движений, ни реакций. А это сейчас в этом состоянии? Это сейчас она в этом состоянии. Вот уже на протяжении года. А скажите, а что ей необходимо сейчас? Ей необходимо сейчас... Ну, в основном это подгузники, которые берем. Ну, питание, в принципе, питанием обеспечиваем. Спасибо вам большое, что помогли. Тоже хорошо. Ну, и собираем деньги на лечение, на вторую курс иммунной терапии в Новосибирске. И после этого, возможно, она начнет выздоравливать, да? После первого курса, который мы прошли, все-таки немножко положительной динамики было. Она начала больше... гримас на лице появилась. Она начала улыбаться. начала поворачивать голову на звук, то есть как-то реагировать на окружающих. У нее полностью прекратились дистонические атаки, то есть ее очень сильно выгибало. Видимо, боли у ребенка были сумасшедшие. И практически ушла с пластика. Ну, это в основном благодаря занятиям на фрукал. Вот сегодня благодаря нашей жительнице Латвии Аллы Березовской мы приехали, привезли продукты. И надеемся, что этой семье люди помогут хоть чем-то, хоть немножко. А скажите, сколько процедура эта стоит? Процедура стоит... счет выставили на 239 тысяч рублей. Плюс перелет в районе 50 тысяч. В две стороны. Я понял. Ну, мы надеемся все-таки, что у нас что-то получится помочь вам и надеемся, что другие люди тоже будут помогать. Мы будем очень благодарны любой помощи. Спасибо. 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 Спасибо.